На карте убитых дорог во Владимирской области сегодня 702 проблемных участка. Только во Владимире таких болевых точек больше 220. Главные дорожные вопросы областного центра на круглом столе напрямую обсуждают общественники, жители города и чиновники. Среди лидеров антирейтинга улицы Полина Осипенко, проспект строителей, совхозная, Спиранского и Фатьянова. Это Пугачевский бунт. Это соединение улицы Спиранского с улицей Чапаева. Это большие пробки, это переживание каждого водителя вовремя попасть из юго-западного микрорайона в центр города, в сторону Москвы. То есть сегодня будет уделено внимание именно еще организации дорожного движения по городу Владимиру. Проблемные точки общественники просят включить в план ремонта на 2019 год. Есть претензии и к состоянию пешеходных переходов. Последний рейд активистов ОНФ показал, что многие из них по-прежнему в плачевном состоянии. Местные жители вспомнили про критическую ситуацию на улице Стрелецкой. После запуска Лыбецкой магистрали движение здесь интенсивное. Летом здесь установили пешеходный переход. Знак пешеходного перехода загораживают ветки деревьев. Лежачих полицейских нет. Приближаясь к зебре, водители не сбрасывают скорость. Люди боятся попасть под машину. А многолетняя переписка с чиновниками не дает результатов. Возьмем в планы работы, предусмотрим. Нет средств на строительство тротуаров. Нет проектов на строительство тротуаров. То есть были всевозможные отписки. Результатов было ноль. Местные жители предлагают установить здесь новое освещение, сделать тротуар вдоль проезжей части и организовать односторонние движения. Но замглавы администрации города Сергей Литвинкин заявил, что с решением этого вопроса стоит подождать. По обрезке деревьев это не такая большая проблема, чтобы ее устранить у Ленинского венкомата, там где сделали пешеходный переход. По освещению, я думаю, тоже больших проблем не существует. Единственное, что я бы аккуратнее подходил, это к организации одностороннего движения, с учетом того, что сейчас у нас город Владимир испытывает значительные нагрузки в транспортный поток в связи с ремонтом М7. На круглом столе остров стал вопрос недостроенных дорог. Улица Спиранского недоделана, а соединение Нижней Дубровой и Диктора Левитана недостроено. Заместитель главы администрации города Владимира Сергей Литвинкин заявил, что мэрия готова продлить дорогу до улицы Чапаева уже в 2019 году. Но стоимость первого этапа ремонта составит 78 миллионов рублей. В случае, если, допустим, нам либо с регионального, либо с федерального бюджета окажут финансовую поддержку, мы готовы рассмотреть строительство данного участка дороги. Чиновники и общественники пообещали жителям, что эта встреча не последняя. В следующий раз на круглом столе городские власти отчитаются о решении проблем, которые обсуждали сегодня. Игорь Липский, Александр Мажаров, Шестой канал.